Я могу представить наших двух спикеров. Это Аня. Вы знаете Николаса уже с другой конференции. Они работают вместе. Николай работает над компьютерами. Они сейчас начнут доклад на тему «Антирост» или «Будь готов к ремонту». Здесь будет идти речь о использовании различных гаджетов. И в первую очередь о экологических ресурсах и экологическом использовании. Добрый день, добро пожаловать. Мы хотим также представить себя. Меня зовут Аня. Это Никола. Мы работаем в такой фирме «Концептверк «Новая экономика». Эта фирма находится в Лейпциге и занимается темами «Дегроув», то есть «Антирост». Что такое «Антирост» или «Дегроув»? В первую очередь критика, парадигм роста в сегодняшнем обществе. Мы хотим посмотреть, как это выглядит. И в втором части этого фирма мы будем говорить о разных возможных решениях для цифровой техники. Иногда мы говорим о теме «Дегитализация». И что мы имеем в виду под словом «дегитализация»? Это процесс производства данных и их обработки. Это касается все больших и больших сфер жизни. Здесь видно, что в центре находится индивидуум, и он окружен комфортом, свободой, приближением, сближением и дематериализацией. Это касается нас на индивидуальном уровне. Коммуникация между людьми изменяется очень сильно. Также влияет этот процесс на то, как мы участвуем в общественной жизни, какие приборы помогают нам осуществлять эту коммуникацию. И все более и более мы сознательно сталкиваемся или задумываемся над этой темой, что это означает для нашего будущего. Справа обещания, которые не исполняются. То есть, в первую очередь касается это экологических аспектов. Цифровая техника может помочь нам дематериализировать процессы таким образом, использовать меньше ресурсов, чтобы какие-то процессы организовывать. Второе обещание — это то, что цифровая техника сможет нашу жизнь облегчить, увеличить комфорт. То есть, мы можем идти куда-то и автоматически смотреть на карте, куда нам нужно идти. И даже не нужно нам заранее что-то планировать. Третье обещание — это, может быть, попытка также организовывать или самоорганизовывать какие-то вещи, определять, то есть равноправие в общении между людьми во всем мире. И это общение или обмен существует, но мы тоже смотрим, что власть концентрируется в определенных сферах, и интернет очень сильно коммерциализируется. Четвёртое обещание — это то, что дигитализация или автоматизация нас не освобождает от какой-то скучной работы, то есть автоматизация работы. Это те картинки, которые мы себе представляем, когда говорим об этом. Есть две дистопии или утопии, в зависимости от того, как это можно описать или понять. Между ними есть два разных видения будущего. С одной стороны, цифровой капитализм, или даже капитализм, который наблюдает и следит за своими гражданами, и справа — это значит, что нам меньше нужно что-то делать, и машины перенимают нашу работу. Оба аспекта проблематичны, потому что они очень сильно связаны с проблемами прав граждан, демократии и наблюдения, глобального наблюдения над гражданами, а также связаны с высоким уровнем разрушения окружающей среды и использования ресурсов. Оба обещания — это материальное благополучие и вопрос, можем ли мы так достигнуть этого благополучия с помощью цифровой техники. И мы сейчас уже достигли того момента, где мы уже перешли планетарные границы, и многие люди поняли, что мы сейчас находимся в кризисе климата, в глобальном кризисе, и мы не можем продолжать жить так дальше сейчас, и в главном образом также можем в будущем продолжать. Критика, которую заключает в себе антирост, — это то, что нужно, что экономика должна постоянно расти. И мы пытаемся сделать какие-то альтернативные предложения, которые находятся по ту сторону капитализма, что мы можем себе позволить жить более свободно и более комфортно даже, более справедливо. И будем также иметь больше времени, которое даст нам благополучие. Антирост — это движение, изменение нашей ежедневной практики и также то, которое приосиливает капиталистические способы производства. Также оно включает в себя аспекты культурных изменений в обществе. И исключает или меняет взгляд на соревнования в плане роста и соревнования по количеству прибыли. В центре стоит также сохранение экологических аспектов. Движение «Дигров» началось в 70-х годах, когда появилось первое движение, критическое по отношению к росту экономики во Франции. Здесь должна была быть улитка, которая пропала. В 1972 году важным пунктом было появление книги. «Дигров» — это не только научная дискуссия, но также и общественная и политическая дискуссия, которые включают в себя сильные элементы активизма. Кто занимается этим в 2008 году? Каждые два года есть конференция на тему «Дигров», «Антирост», где встречаются разные активисты. Первый раз она состоялась в Париже. В 2014 году была в первый раз конференция в Ляйпциге на территории Германии. Там было уже 3000 участников. Таким образом, дебат или дискуссия на тему критика роста, капиталистического роста, уверенно вошла в немецкоговорящие. Я уже говорила, что это не только критика настоящей системы, но также мы обсуждаем о каких-то возможных решениях, каких-то даже утопий, идеях утопии, где мы стараемся стратегически смотреть, какие есть модели, что могли бы мы сделать друг с другом в обществе, как мы могли бы кооперировать в будущем, чтобы позволить всем вместе жить в хороших условиях. Есть разные движения, как видно на картинке. То есть это, в принципе, такое собирательное понятие различных идей, движений. Частично это пересекается с формами критики, также, например, фемистическими движениями. Также есть большая часть, это суффициенс. Это слово означает использовать меньше ресурсов и использовать то, что у тебя есть. Также поствакстум означает... Поствакстум — это немецкий перевод слова degrowth. Во Франции это движение называется de croissants, в Италии — de croissants, в зависимости от того, в какой стране мы находимся. Формы критики, которые объединяют движения de growth, являются различными. В первую очередь, это экологическая критика настоящей экономической системы, действующей экономической системы. Я хотела бы поговорить об аспектах дигитализации. Это только часть... То есть, как бы даже дигитализации касается вот эта схема роста. Критика роста экономического является главным образом тем, что она разрешает нашу планету. У нас нет второй планеты, на которую мы могли бы переехать. И в плане дигитализации это имеется в виду, что та техника, которую мы используем, и мы надеемся, что с помощью технологии мы можем разделить рост и использование ресурсов. То есть, если у нас будет техника, которая лучше, чем старая, то мы сможем решить какие-то проблемы с ней. Но я бы хотела сказать, что это невозможно решить эти проблемы, так как техника использует очень много ресурсов для того, чтобы сделать все цифровые приборы, которые мы сегодня используем. Также сюда добавляется энергия, которую используют приборы. Эта картинка показывает желтым цветом, какие элементы мы используем часто для изготовления электронных приборов. и ниже желтым цветом покажем... Нет, все цвета — это те элементы, которые используют, а желтым — те, которые очень вызывают подозрения у нас. Зеленым — редкие элементы, и оранжевым — конфликтные материалы. Может, кто-то скажет, что у нас есть возобновляемая энергия, то есть мы можем ее использовать бесконечно, но это не так, потому что солнце светит всего 6 часов в день, например, ветер тоже они всегда дуют, и ресурсы, кончая, не являются бесконечными. Эта предыдущая картинка подводит нам к следующей картине, критика стран глобального юга и севера. То есть глобальная перспектива, так как рост экономики в странах глобального севера соединяется с ухудшением состояния в странах глобального юга, потому что они используются, эксплуатируются, южные страны эксплуатируются странами глобального севера. То есть мы добываем ресурсы в странах, в странах, которые вызывают очень много проблем, мы эксплуатируем эти страны. В Германии тоже можно добывать ресурсы, то есть это всегда вызывает разрушение окружающей среды. Условия работы для добычи ресурсов являются очень вредными для здоровья или могут быть также опасными для здоровья. И это вдвойне проблематично, не только с экологической, но и с общественной точки зрения. Если посмотрим на вторую сторону, что происходит с мусором электронным, который мы производим с помощью наших приборов, то он тоже часто экспортируется в страны глобального юга. И самые главные, крупные производители этого мусора это все страны глобального севера. Если посмотреть на количество мусора на одного человека в среднем, мы в год производим примерно 400-500 тысяч мусора, который и мы мало пытаемся использовать снова эти ресурсы. Помимо производственных и утилизационных аспектов, у нас есть также аспект несправедливого распределения цифровых ресурсов. То есть мы видим, что страны глобального севера, это картинка с 2014 года, может быть, что-то изменилось, но в принципе у нас есть очень сильное неравномерное распределение между странами глобального севера и глобального юга. при производстве и при утилизации, а также при использовании цифровой техники нету справедливости между странами мира. Третье направление или критика это феминистическая критика феминисток такого режима роста, капитализма. Этот рост основывается на использовании, на эксплуатации определенных профессий, которые часто именно делают женщины. То есть, например, такие как домашняя работа, уход, уход за детьми или за больными. И эта работа, она является как бы невидимой для общества. И капиталистический рост, он получает профиты от такой дешевой работы и пытается все более и более эксплуатировать эти группы людей. То есть, дискриминализация полов можно также заметить в цифровом использовании ресурсов. и цифровая технология — это сфера деятельности, которая доминируется мужчинами, где разные стереотипы или представления могут быстрее распространяться. Хотя, возможно, эта информация даже некорректная. за каждым кодом компьютерным стоит какая-то личность, которая этот код распространяет. Одна пятая людей, одна пятая всех, кто работал в коммуникационной сфере или цифровой сфере, это были женщины. Всего лишь одна пятая это было в 2014 году. цифровые услуги. Если посмотрим на такие платформы, как Helpling, Helpling — это, например, платформа для того, чтобы можно нанять уборщицу, только в течение двух часов можно найти уборщицу, которой не нужно будет платить много денег, очень мало, и такие платформы ведут к эксплуатации определенных групп, и чаще всего это именно женщины. Четвертый момент — это критика капитализма, но это идет как бы параллельно со всеми остальными идеями. Рост основывается на капиталистической эксплуатации и аккумуляции. Идея — это то, что эмансипированное общество должно быть также посткапиталистическим. давайте посмотрим. Здесь мы видим высокую концентрацию власти, силы, основания монопольных компаний, диверсия, диверсность, то есть разнообразие фирм становится все меньше и меньше. Википедия — это единственная организация, которая является некоммерциальной. эту аккумуляцию и концентрацию мы видим не только в плане фирм, но и это аккумуляция данных. Есть даже такая цитата «Данные — это новая нефть». Здесь возникают новые какие-то схемы, эксплуатации. Последний пункт, который я хотела бы упомянуть в плане критики — это культурная критика. То есть есть какие-то процессы повышения, усиления. Нас смотрят, как люди формируются логикой постоянной оптимизации, то есть все больше становиться все более продуктивным, все более быстрым в работе, все более компетентным. Здесь дигитальная техника, цифровая техника играет роль в плане того, что она нарушает баланс между работой и отдыхом. и также может быть исключает группа людей, определенные группы, так как у нас есть более тесное общение, более плотное общение сейчас. Также это является частью критики со стороны феминизма, что вся эта логика повышения, улучшения, она также переходит на такие сферы жизни, которые раньше не затрагивались, например, в плане хелплинга, когда можно зарабатывать на том, что кто-то будет дешево убирать твою квартиру. Почему это происходит? рост становится все более естественным или саморазумеющимся? И какие есть решения или механизмы? Я бы хотела сказать три механизма. Первый это ребаунд эффект, феномен рикошета. Сейчас я объясню, что это такое и как это работает. Потому что для анализа это хорошо понимать что-то такое. Многие уже слышали, что такое ребаунд эффект или феномен рикошета. То есть это повышение эффективности в технологии или какого-то прибора, чтобы этот прибор использовал меньше энергии. И энергию, которую мы таким образом экономим, это не является экономией, но эту энергию мы используем в какой-то другой сфере. И таким образом в целом мы используем еще больше энергии. Есть такой эффект на разных уровнях. Есть прямой эффект и есть макроэкономический эффект. То есть это может быть повышенный спрос какого-то определенного предмета. Например, если у вас есть лампа, которая использует меньше ресурсов, тогда может быть вы оставляете ее гореть дольше, потому что энергия для вас стоит меньше. таким образом. Непрямой эффект это, например, если лампа горит на час меньше, то я использую меньше энергии, или, например, я езжу меньше и экономлю деньги на бензин, но эти деньги я трачу на свой отпуск, чтобы полететь на самолете в какую-то страну, и таким образом использую еще больше ресурсов. Такие эффекты возникают, когда один человек экономит ресурсы или экономит деньги и тратит их на что-то другое, и это еще больше способствует потреблению чего-то. это происходит очень часто с цифровой техникой, потому что мы стараемся все приборы делать еще более эффективно и эффективно или стриминг, например, это хороший пример, нам не нужно никуда ехать, чтобы покупать диск, DVD, нам не нужно куда-то идти, чтобы посмотреть фильм, поэтому мы потребляем все более и более дигитальных, цифровых ресурсов, например, в виде стриминга. Второй момент это разделение, различается абсолютное разделение и относительное разделение, что я уже вначале сказал, это то, что это может привести к дематериализации, но нам нельзя забывать, что вся инфраструктура уже существует, нету облака, только компьютеры других людей, нету сервис цифровой без материальной инфраструктуры. Третий эффект это эффект сети. Эффект сети описывает, как польза одного продукта для одного консумента изменяется, когда количество консументов увеличивается. Если у меня есть телефон, например, у меня есть очень маленькая польза, если только одного человека, есть телефон, если уже других человек, я уже больше людей могу общаться с ними, а если много, то у меня наибольшая польза от этого, что очевидно, цифровой платформы, это то, что платформа успешнее работает, если очень много пользуется, очень много людей пользуется, и это и причина для того, из-за чего монополизм возникает в больших платформах. С другой стороны, это не только положительно, то, что появляется монополия, потому что альтернативы уменьшаются и становится все труднее установить их. Я не могу начать социальную сеть, потому что мне нужна какая-то определенная цифра пользователей, чтобы эта платформа была аттрактивна, и у меня изначально уже появляется цена какая-то, и хоть и есть одна блокада, как я могу все равно установить такую платформу, вам сейчас расскажет Нико. Спасибо, Аня. Я продолжаю. Мы сейчас находимся на пункте, что у нас есть такая маленькая проблемка, мы все больше едем в сторону вниз, это хорошее изображение этого. с конца 19 века высокие температуры все чаще возникают, это просто глобальное потепление, вот это механизм, который Аня писала, благодаря им, и у нас проблема, что это очевидно все катится в эту сторону, и у нас неисходность. Мы хотим с одной стороны спасти рост экономики или возобновить его, но с другой стороны у нас другая цель, мы хотим спасти нашу экологическую сферу, и это не совсем сходится, Аня уже это описывала, и у нас проблема, что вообще у нас есть проблема с названием «фотшритц-пегриф». Мы заинтересованы все больше и больше в увеличении продукции, например, сельскохозяйственной продукции, и вот это положение декров все равно произойдет в один день, потому что ресурсы кончатся, не будет нефти, редкие земли, редкие материалы, металлы кончатся, и смартфоны не смогут будет и нет возможности это продолжать очень долго. И это произойдет, если мы не будем ничего делать. Но у нас есть еще другая возможность, идея, то, что декров может быть решением, что общество такое, это что-то, что мы можем сами выбрать, и это рациональное решение, и это решение более рациональное, чем решение в капитализме, потому что это решение экологические вопросы тоже включает в себя, которые очень важны для нас, и это означает, что мы просто хотим заново запланировать нашу жизнь, и как это будет влиять на нашу жизнь, и сейчас мы видим мысль, что такой простой пример, как мобильность, можно попробовать спасти свой автомобиль, все больше спасти автомобиль, и ресурсов жрать, но можно и пользоваться велосипедом, вот сравнение между велосипедом и машиной очень простое сравнение, но с цифровыми приборами дикетализации это немножко труднее, и нужно нам решить, какие нам устройства нужны для этого, и этот вопрос критерий, нам нужно решить, что мы хотим делать в будущем, и это движение дигров, этот дискурс об этом будет говорить нам, как объяснять нам, как нам хорошую жизнь для всех сделать, может быть, это не утопия, и этот вопрос хорошей жизни, который по вкусу как-то очень свободный должен быть, но нужно обратить внимание на то, что это хорошая жизнь для всех, и это не означает классная жизнь для малых, и этот вопрос нам из-за него становится трудно решить что-то, потому что у нас есть несколько принципов, и один из этих принципов это суффициентность, необходимость, достаточность, могу я ли что-то поделиться с чем-то, с кем-то, и я должен сделать решение, то, что я думаю, нужно хорошую жизнь, нужно ли хорошую жизнь за стоимость других вести, и это не индивидуальный вопрос, а огромный вопрос для многих людей, и из инструментов цифровых, которыми мы пользуемся, это может повлиять на это решение, может нужно другие принципы взять, например, умедление, я могу очень быстро общаться с людьми, но большая инфраструктура создать инфраструктуру, которая способна к умедлению коммуникации, например, имейлы, имейлы, они сейчас работают очень быстро, но я буду рад, если имейлы не так быстро бы работали, если бы мне не пришлось бы читать так много имейлов каждый день. Экономность данных тоже важный вопрос, чем меньше данные будут создаваться, тем меньше ресурсов будут потребляться таким образом, и это может сойти с другими критериями, которые мы тоже рассматриваем, что такое хорошая жизнь для всех, и есть вопрос, как мы туда попадем, может боязнь при тем, как мы туда попадем, сказать нам, что это невозможно, и нужно создать диалог, что я хотел бы иметь, может быть, есть какие-то там последствия для других, может быть, мне придется обойтись и без этого. Нужно сказать, что этот вопрос, он все-таки вопрос справедливости, это очень логично, если сказать, что есть жесткие границы и отказаться от чего-то, это единственный способ перевода общества из-за них рук в руки, и это означает, что те, кто имеют очень много, они будут иметь немножко поменьше, но зато другие люди, которые у которых живут в таких хороших условиях, у них будет немножко побольше. И сейчас мы будем обсуждать это, делиться с чем-то, это работает очень хорошо в цифровом мире, с данными легко можно делиться, но там это важно. еще посмотреть на вопрос, какие стоимости экологические мы можем еще поделиться, и есть потребительности материалов, и поэтому мы хотим посмотреть на то, как поделиться с кем-то, и это очень сложный вопрос вообще. Но в повседневном мире и смотря на технику, что мы можем сделать? Есть ли техника, которая помогает нам решить, как делиться и так далее? Вот аспект, как можно чинить что-то, вот вопрос долгожительности, есть ли вещи, которые могут работать дольше, чем несколько месяцев, несколько лет, и там можно себе поставить вопрос, раньше, можно сказать, что раньше было все проще и работало все лучше, было, например, меньше ресурсов, это и так нужно было делать, уметь чинить что-то. Для молотка нет апдейта по безопасности и это немножечко попроще его чинить, чем смартфон, потому что у смартфона, если как только кончаются апдейты и прибор становится безопасным, то сразу возникают вопросы, какие проблемы возникают, сколько можно пользоваться этим. И там это очень важно, смотря на возможность, как можно чинить что-то, делить между софтвер и хартфер, есть софтвер, если нет апдейтов для софтвер, то хардвер можно сказать про само железо, что оно уже чуть ли не сломано. И собственный программный код не будет работать как положено. И нужно всегда думать об этом месте, о софтвере и хардвере. модулярность это очень важный принцип, он и так среди сферы программистов важная тема, но специально в этом модулярность это противоположный тренд того, что мы сейчас думаем, когда думаем о смартфонах. и если мы говорим, что хотим эту модулярность, это вопрос стандартов, мы должны сказать, быть в состоянии сказать, какие типы техники мы хотим, и это должно все быть еще открытым кодом, то есть open source, и сложный вопрос в связи с классностью кода и личные данные это должно быть секретно, но данные в больших предприятиях они могут быть важнее для этого принципа, стандарты, они кроме этого важны, чтобы проблемы решить долгожительности, и чтобы ограничить стоимость экологических нуждений, вот какую технику мы используем при этом, что это из этого суперсовременного хлама мы пользуемся, но есть и лолтек, я тоже говорю олтек к этому, потому что есть много приборов, которыми мы можем в принципе пользоваться, но нету софтвер, но для этого есть люди, как хэкеры, которые могут откуда-то найти такие старые приборы где-то и ими дальше пользоваться и их доставить другим. Например, для операционных систем такое нужно всегда ставить себе вопрос, что мы хотим, а что экологично. Вот это пункт, где нужно всегда думать о софтвер и хардвер одновременно, потому что их нельзя различать. Четко. Этот вопрос, как который нужно ставить, кто пользуется этой техникой, а кто разработывает эту технику, а не до этого феминистическую критику и критику капитализма нам объяснило. и там нужна демократизация техника, разработки техники, чтобы все могли пользоваться и чтобы все имели что-то от этого. Вот это конец. Вот у вас, наверное, еще есть несколько мыслей об этом, что вы хотите искать. Мы вам немножечко мы вам хотим представить несколько книг, если вы хотите почитать больше к этой теме. Есть введение такое, первое из этого списка. Интересно еще больше к тем пунктам, о которых Нико вам рассказал. Это Девельтроперин, вторая книга сверху. Можно себе ее скачать через издательство. Еще две книги к теме Дегров, один сборник, которому уже 2-3 года. И книга, которая объясняет несколько потоков. Что сейчас? Много из этих пунктов, которые Нико нам представил, например, модулярность или долгожительность открытой интерфейса. они были и рассказаны на Биттенбойме конференции, где мы тоже приняли участие год назад. И там кто-то потребовал, что нужно сделать, чтобы увеличить долгожительность техники. Была даже петиция к этому, там каждый может принять участие. Кроме того, у нас есть здесь на этом CCC один ассембли, где вы можете подойти к нам и поговорить нам дальше об этой теме. И чините, помните, чините и не продуцируйте заново. Спасибо вам большое за участие. Сейчас у нас еще есть время для вопросов. Принимайте участие. Вот. Да, спасибо. У нас будут вопросы и ответы. Микрофон 3 было первым. Мы начнем так. Привет. Спасибо за доклад. У меня есть вопрос к медленной коммуникации. Это, мне кажется, не очень интуитивно для меня. Я могу понять, когда мы говорим о том, что мы меньше информации поцелуем через сеть. Например, если мы не 4 мегабайта Ява-скрипта, вместе с каждым веб-сайтом будем передавать. Но если хочешь разговаривать через интернет или пользоваться четами, все работает так, чтобы общаться сразу же. без задержки, это проблема или как это понять? Да, это вопрос сравнения. Это трудно решить заранее, ответить на это заранее, особенно с взглядом на ресурсы, которые у нас есть, например, количество данных, которые у нас есть, но и медленность. Очень интересный вопрос. Например, вчера был такой ток, где в Индии объяснял, что в Индии не было сети в нескольких деревнях, и кто-то на мотоцикле ездил сквозь страну и собирал данные и их таким образом продавал другим. Там нету инфраструктуры, нету возможности такого есть, может быть, и даже из экологических причин. Это умедляет поток, но он еще в рамках предела. Спасибо. Все идеи мне очень нравятся. У меня ферми так, что не будет работать из-за того, потому что дорого стоит. Как можно с экономической стороны продать такое? Да, это, наверное, немножечко потруднее, но я бы сказал, что это большой шаг, но если фирма, например, коллективно занимается, если люди, которые работают, могут решать там, они будут рады меньше работать, меньше продуцировать и так далее. Например, вот если критерии по-другому будут выглядеть, и фирма не будет заинтересованы в росте чистом, и это проблема, как туда попасть, это же недолгожительно, недолговечно, так, но рано или поздно нужно будет сказать, что приоритеты должны измениться. конечно же этот ток ничего не изменяет о том, что нам нужно будет заниматься этим. Да, я тоже думаю, что это трудно. Микрофон нужно будет отказываться от чего-то, но проблема, которая в первой части была сказана, например, эффект рикошета. Я думаю, как вы думаете, это действительно может правильно сработать или могут возникнуть проблемы в других сферах. Мы заинтересованы тем, чтобы концепт стабильно мог быть... Сейчас я, по-моему, не поняла. как я могу быть уверен, что мой отказ что-то принесет полезного. Да, если я консумирую что-то, употребляю что-то экологичное, например, в эффектах в сетях, например, то, что могут появляться монополисты, почему Нико сказал, что открытые интерфейсы очень важны. вот в фейсбуке, если бы фейсбук завел открытые интерфейсы, то кто-то, кто пользуется фейсбуком, мог бы и общаться с кем-то, кто пользуется мастодоном, чтобы не была одна концентрация власти. Привет, спасибо за красивый доклад. Я хочу немножечко вас из вашей экологической сферы немножечко унести. Как мы сейчас продолжим? Есть ли возможности это немножечко по-другому начать? Есть ли конкретные мысли? конференции будущие? Мы решили, чтобы каждый, кто заинтересован в этом, мог принять участие в организации такой конференции следующей. в прошлый раз и ЦТЦ, и БНД, которые совсем не совместимы друг с другом, организации вместе нам помогли собрать новую конференцию. Были, кроме этого, еще однодневные конференции, вот в Битценбоме одна из них. Кроме этого, есть несколько регулярных встреч в разных городах. Есть в Ганновер, например, такая встреча недавно появилась. Есть один мейлинг-лист имейлов, куда каждый может записаться. Есть форум, и есть даже группа внутри ЦЦ, которая занимается экологической долгожительностью внутри ЦЦ, а как с большими конференциями будет продолжаться. Мы еще не знаем, как это будет в будущем выглядеть, но мы желаем себе, чтобы кто-то это продолжил. Аня написала одну книгу под названием «Что соединяет биты и деревья?» И эту книгу можно скачать через издательство как PDF. У меня еще есть один конкретный вопрос. Есть ли люди engagие которые уже известны? Есть ли Unternehmensberatung для этого? Есть например одного института одного под названием пионера пост роста? Premium Cola отличная марка, один хороший пример для этого. У них нету цели, они себе не поставили цели увеличивать их продукцию. Вот это вначале важно себе поставить вопрос, какие стратегии есть, я знаю одну личность, которая работает в этой сфере и я тебе ее могу сказать, представить. Вот это я не 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 Продолжение следует...